Спальню надо было как-то отделить, чтобы было более уютно. И если все-таки вдвоем проживаешь, да, хотелось бы уединиться. Поэтому здесь появилась такая вот стеклянная перегородка. Вот давай про нее тоже отдельно. По твоим видео все говорят цену этой стеклянных перегородок. Там 100 тысяч, 70 тысяч. Это, внимание, 32 тысячи рублей. Все, срочно, контакты внизу под видео. Да. В чем секрет? Что это не полноценная металлическая конструкция, которая идет перегородка. Это что напоминает нам? Дверь, купе, шкафы, да? Это оно и есть. Это профиль шкафа-купе. И поэтому достаточно бюджетная получилась. Но, опять-таки, его можно подвинуть и в ту сторону, и в эту сторону. То есть ты обратилась к компании, которая производит эти двери, и сказала им, что хочешь ставить в них стекло? Да, но с шкафы-купе также бывают со стеклянными дверями. Да, кстати, прекрасно. Просто я его установила, да, не в шкафу, да, а, в общем-то, на полу. Часто эти перегородки, они статичные, и у них какие-то части открываются, но все равно по краям, как правило, статичные. А здесь, например, подход к рабочему месту вполне себе удобный, и дверь можно отодвинуть. Можно отодвинуть, да, и не будет мешать, да, если что-то даже в плане уборки. Будет удобно и зайти, и сдвинуть стол, и... Ну, такая игра с пространством. И за счет этого, наверное, стол-то и удобен, да, там, потому что, ну, попробуй, пройди туда, если бы здесь не было прохода. Да. Вот, да, вот так бы и приходилось ходить. Да, я вам, вот, в общем-то, должна сказать, что стол все-таки здесь места маловато. Но он настолько красивый и более узкий стол, вот бы совсем не так смотрелось. Здесь вот чисто из-за дизайнерских каких-то идей. И этот стул туда же подошел к нам тоже с подлокотниками. Мы его тоже сами переделывали, и уже мягкое сидение сами делали. В общем, наши руки не для скуки. Прикольные у вас еще и картины. Я так предполагаю, тоже в ваших рук дело. Прекрасных рук. Да. Спасибо Пинтересту. Вот, если честно, хвала небесам за его создание. А что? Почему? Муж вдохновлялся все-таки картинками. Пробовал себя вот в художественной стезе. У нас все и дети рисуют, и муж, да. И вот как-то мы вот в этом нашли себя. Класс. Давайте еще про нишу расскажу, потому что, естественно, квартира сдавалась без стен. Было два несущих пилона, да, это вот выступающая часть. И здесь, соответственно, стен не было. Но поскольку здесь зонировалась спальня, мы решили, не будем делать толщину его в толщину пилона, а все-таки сделаем поуже. И получилась такая ниша. В принципе, она практична. Оставить телефон, книжку, поставить какой-то декор. А с кроватью что придумали? В итоге это обычная какая-то кровать? Обычная кровать, да, хотелось мягкого изголовья, но почему-то все кровати с мягким изголовьем были в основании своим сделаны из ДСП, и ножки, вкрученные в ДСП, это ненадолго. Поэтому купили железную кровать, и она отлично сюда вписалась. Не совсем широкая, она метр сорок. Но этого вполне достаточно. Для одного вообще прекрасно. Да, для одного прекрасно, а для двух, ну, в принципе, я думаю, что неплохо будет. Стандартные любимые все метр шестьдесят, метр восемьдесят. Но здесь компромисс. За последние пару лет с Китани мы сменили семь квартир, и в одной из них была кровать на метр сорок. Я могу сказать, что вполне для двух взрослых нормально, только когда дети ночью не приходят. Так все прекрасно. Мы, конечно же, хотим услышать от тебя совет зрителям о жизни или о ремонте. Не стоит думать, что бюджетно это стандартно. Можно немножечко подсмотреть где-то, понаблюдать, и вы поймете, что за те же деньги можно сделать что-то свое уникальное. И если стену выкрасить в зеленый или там в синий цвет, это по стоимости так же, как и в белый, но уже дает тебе какую-то изюминку. Поэтому ищите, развивайте свою насмотренность. И это даст вам большой плюс в создании своего дома. Спасибо большое. Хороший совет. Подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски, делитесь этим роликом, потому что это помогает продвижению наших видео. И, конечно же, увидимся в следующих сериях, как живут другие. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока-пока.